16 апреля 2018 года Вы знаете, что вот в один момент вдруг, помните, информация от ЧВК «Вагнер» вылилась на интернет-пространство. Просто раз и вышло всё. А началось это с чего? Если вы помните, то это началось с того, что какой-то журналист взял интервью у жён этих ЧВК-шников, этих вагнеровцев, взял интервью. И поэтому дальше больше народ стал копать, разузнавать, откуда-то другие информаторы появились, и информация вся вылилась на интернет-пространство. Но наши спецслужбы не дремлют, они не спят, и они наказывают таких, кто вот такие выскочки первые, чьими руками была нажата та самая точка бифуркации, которая и познакомила весь мир наш российского интернета с информацией о частных военных компаниях. А ведь они злые, а ведь они суровые дядьки, им убивать не привыкать. И вот сегодня мы узнаём, что тот самый журналист был убит, его выкинули из окна своего дома, из своей квартиры. Причём квартира была изнутри закрыта. Вы же понимаете, что здесь уже все спецслужбы вот так в сцепке будут работать. Ни один не пойдёт против тех убийц, которые убили сегодня этого самого журналиста. Их жёны давали интервью, а их руками их мужей и убили, вероятно, этого самого журналиста. Не пошлёт же туда специалиста, киллера номер один. Да нет, конечно. На такие зачистки достаточно и своих ЧВКшников. И вероятнее всего их руками и был убит тот самый журналист. Причём, как пишут некоторые в комментариях, что, скорее всего, такая вот, знаете, работа спецслужбы, когда прежде чем выкинуть из окна, чтобы он по чечайне не выжил, всяко бывает, вы знаете, кто-то ведь и в рубашке рождается, может упасть и не разбиться. Поэтому, чтобы этого не произошло, они переламывают позвоночник, шею, сам позвоночник, чтобы уж точно человек не выжил. А потом только сбрасывают с балкона. Но кто же нам об этом расскажет, если всё покрыто тайной и мраком? Если сегодня органы МВД заявляют, что квартира была закрыта изнутри? Ну, наверное, Вагнеровец просто вышел и захлопнул за собой дверь. Вот и вся работа. Квартира и закрыта изнутри, естественно. Всё же легко и просто. Однако же, ведь кому-то выгодно сегодня. Или вообще ничего не говорят, замалчивают. Или же списать всё на суицид. Ну да, видите, он открыл эту правду нашему российскому миру. И он вдруг засуицидился. Итак, журналист, рассказавший о ЧВК Вагнера, умер после падения с балкона. Полгода назад Максим Бородин сообщил о нападении неизвестных. То есть на него уже нападали. Его информация спецслужбам не нравится. В Екатеринбурге умер журналист местного издания, освещавший злободневные, околополитические темы региона и страны. Например, рассказывал подробности о гибели в Сирии бойцов ЧВК Вагнера, которую некоторое время назад многие СМИ вообще старались не упоминать. То есть он выпустил Джина из бутылки. Вот поэтому его и наказали. Потому что все другие до него боялись. Он сделал первый выпуск информации и всё. И весь интернет пошёл, полетел рассказывать о вагнеровцах. И теперь всё запросто. И все теперь знают о поваре Пригожине. Но, повторюсь ещё раз. На днях он выпал с балкона пятого этажа. По словам коллег Максима Бородина, у журналиста не было причин сводить счёты с жизнью. Сегодня утром в 9.30 часов утра в реанимационном отделении больницы номер 23 города Екатеринбурга скончался журналист «Рия», «Новый день», наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришёл в сознание, говорится в сообщении. Отмечается, что врачи боролись за жизнь пациента несколько дней. Однако, полученные при падении с пятого этажа травмы оказались слишком серьёзные. Как отмечает «Медиазона», в марте Бородин писал о бойцах ЧВК Вагнера из Азбеста, которые погибли в Сирии. Также он был автором статьи о противниках фильма Алексея Учителя Матильда, выход которого на экраны сопровождался всероссийским скандалом по накалу страстей, оставивших позади саму картину. Также ряд материалов были посвящены российским олигархам и их личной жизни. В октябре 2017 года, отмечает «Медиазона», Бородин рассказывал, что неизвестные ударили его металлической трубой по голове после того, как он дал интервью телеканалу «Дождь». Он уже у них стоял на очереди на ликвидацию, как вы видите. Сначала трубой по голове – это предупредительный знак. Может быть, поэтому он и озвучил так совершенно спокойно тот самый вагнеровский сюжет. Из Азбеста жёны давали интервью. Обстоятельства трагедии, произошедшей 12 апреля, неизвестны. В управлении МВД по Свердловской области заявили, что на место инцидента выезжала следственная группа, которая установила, что квартира Бородина была закрыта изнутри. Предсмертные записки полицейские также не нашли. Был сделан вывод о том, что смерть журналиста, скорее всего, носит не криминальный характер. Ну вот видите, не криминальный характер. А какой? А какой характер может носить смерть человека, который мир знакомил с реальностью? Не с той кисельно-кашечной, навязшей в зубах информации о том, что у нас всё хорошо и мы всех победим. Он вскрыл настоящие точки, точки бифуркации, которые разошлись по всему интернету. Они дали такие большие волны, дали эти информации, которые давал тот самый Бородин. Но на вид, я вам хочу сказать, красивый парень, ничего не скажешь, умный. Но глупцы-то, естественно, не могут давать такой информации. У них просто аналитики здесь не хватает. Поэтому они не дают той информации, которую давал Бородин. И что же я могу сказать? Только скорби можно скорбить. И я бы хотела сказать его коллегам, почему нет никакой реакции? Почему нет реакции и писем в спецслужбы? Потому что все поджали хвосты. Умер парень, ну а другие попридерживают язык за зубами. А когда все мы боимся, когда всех запугивают, то таким образом смерть каждого возможна. Вот при таких обстоятельствах. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. По одному легче всех перебить. А на очереди следующие. Ну вот, а когда я выпустила статью, в принципе, уже записала, то на следующий день появились новые подробности о смерти журналиста. И оказывается, что Максим Бородин незадолго до гибели успел позвонить своему старому знакомому и рассказать о том, что на его балконе люди в черном. И у его двери в коридоре тоже люди в черном. Он позвонил Вячеславу Башкову. Это такой общественный наблюдатель комиссии Свердловской области. И позвонил ему Бородин 11 апреля в 5 утра. В 5 утра люди в черном стояли на балконе и на его лестничной площадке. И он, Максим Бородин, думал, что у него будут проводить обыск. Однако он еще хорошо думал об этих людях в маске. Однако же и однако же. И получается, если Максим выпал из своего окна только 12 апреля с балкона 5 этажа, то они что, его пытали? Сутки? И значит, если его пытали сутки, значит, на теле присутствуют следы пыток. Но однако же вот органы МВД и другие силовые органы нам об этом пока ничего не говорят. И, скорее всего, конечно, как вы понимаете, что если здесь задействованы высокие спецслужбы, то, конечно же, это спустят на тормоза. А тем более, как вы понимаете, Максим явился тем, кто выпустил джин из бутылки, а именно рассказал первый о ВЧК Вагнер и о поваре Путина. Ну вот за это ему, вероятно, всего и заплатили. Полную цену сполна. И я думаю, что пытали его не по-детски. И почему органы не рассказывают, что он был запытан и убит, а потом выброшен, здесь тоже как бы непонятно, почему так. Почему его коллеги и друзья не поднимают этот вопрос, когда стало известно, что он звонил в 5 утра и что у него были люди в черном. Здесь нужно, конечно, полагаться. На кого полагаться? Даже, знаете, я даже не знаю, на кого полагаться. В общем, дело понятно, что не примет никакого оборота и что это все спустят на тормоза. Убивать в нашей стране можно безнаказанно и свободно, когда ты обладаешь большой властью. Субтитры создавал DimaTorzok